Ручки, ножки, в общем, вот и вышел человечек. Маленький. Урок художественного творчества в Центре психолога-медико-социального сопровождения. Здесь занимаются дети до 14 лет с задержкой развития. Родители приводят их на несколько часов. Полепив вместе с воспитанниками, омбудсмен идет разговаривать с их мамами. Говорит, что они поступают правильно, не замыкаясь в четырех стенах. Советует уже сейчас подумать над тем, где продолжить занятия с детьми, когда те подрастут. По моему твердому убеждению, необучаемых детей не может быть. Какие бы ни были диагнозы, в каком состоянии, но все равно, чему-то он обучается. Из медико-социального центра Павел Астахов отправляется в Иркутский областной специализированный дом ребенка номер один. Гостя там ждали. Главный врач рассказывает омбудсмену. В учреждении в комплексную медико-психолога педагогическую реабилитацию проходит 104 ребенка от рождения до 4 лет. Большинство с нарушениями нервной системы. С ними постоянно работают 74 педагога и приходящие узкие специалисты. Для реабилитации детей есть бассейн, гидромассажная ванна, комната Монте-Сори. Большое внимание уделяется реабилитации через творчество. Это арт-студия, открытая в этом году, предмет особой гордости. Здесь детей учат рисовать, в том числе и с помощью цветного песка. Когда мы занимаемся арт-терапией, дети становятся творцами, они получают положительные эмоции, они ощущают себя значимыми людьми, у них получается что-то сделать, нарисовать. Это, ко всему прочему, еще и массаж пальчиковый, это стимуляция речевых зон, развитие речи и так далее. В этом году 107 малышей из дома ребенка были переданы в семьи. Омбудсмен посоветовал сотрудникам социального учреждения не терять с этими детьми связь и проявлять искренний интерес к тому, как складывается жизнь у бывших воспитанников. Мария Князева, Евгений Шарыпов. Новости сейчас.